Наверняка вы сталкивались с проблемой, когда во время процедуры пигмент просто не вносится в кожу. Она краснеет, даже иногда кровит клиенту больно, а пигмента в коже нет. Или бывает другая крайность, когда просто все залито краской, вам ничего не видно и невозможно работать. Все это из-за неправильной настройки иглы. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии татуажа и сети школ татуажа. И сегодня я расскажу вам, как правильно настроить вылет иглы. Что такое вообще вылет иглы? Это длина иглы в рабочем состоянии. То есть она выходит из носика на какое-то расстояние. Причем у всех аппаратов вылет иглы свой. Допустим, у Белара я работаю на вылете иглы примерно 1,2-1,3 мм. Шаен, Солтера, Тандер, Спирит. Все эти аппараты умеют работать на вылете иглы в районе 3 мм. Хотя производитель заявляет даже большую длину. На самом деле это очень удобно. Чем длиннее вылет иглы, тем удобнее работать. Но давайте разберемся, как вы можете на любом другом оборудовании узнать оптимальный, правильный вылет иглы, на котором вы будете работать, вносить в кожу пигмент и не травмировать ее излишне. Смотрите, я сейчас здесь сделала вылет иглы очень маленький, примерно 0,2 мм. Я буду на нем пробовать работать. Я должна поставить пальцы прямо рядом и практически не ощущая прикосновения к латексу, я вижу, что появляются штрихи. То же самое можно отпрактиковать, допустим, на своей руке, естественно, чистым модулем стерильным. Вам просто нужно научиться чувствовать минимальное прикосновение иглы к поверхности, когда она оставляет хорошо видимый след. На 2 мм, естественно, аппарат работает. Если бы я сейчас работала на коже клиента, где волоски, то у меня было бы все залито пигментом, потому что волоски прикасаются к носику, и пигмент вытекает из носика, и все пачкает. Но на латексе у меня остается чистая работа. Я знаю, что этот вылет иглы маленький, и я увеличиваю немного, но я уже поняла. Когда я почувствовала пальцами прикосновение иглы к латексу, усилие я менять не должна, но я должна найти максимальную длину иглы, на которой будет также хорошо оставаться пигмент на латексе, в коже или в коже клиента, ну или на перчатке, если я пробую на себе. Поэтому я увеличиваю примерно, наверное, до полумиллиметра, и снова пробую. Прикосновение мое должно не усилиться, я не давлю сильнее, ничего не меняю, просто смотрю, рисует, рисует, рисует так же хорошо, все нормально, продолжаю увеличивать вылет иглы. Увеличиваю его еще, ну, наверное, теперь уже у меня миллиметр и два. Ну, я, конечно, ориентируюсь на взгляд, я с линейкой не замеряю, набираю еще пигмент. И снова пробую. Пигмент остается так же хорошо. Это можно также понять по тому, что если сильно увеличить то, что я делаю, рисунок на латексе, то точек размер не увеличился. То есть, если бы я давила сильнее, то точки стали бы крупнее. А так как точки абсолютно одинаковые во всю ширину того, что я делаю, это значит, что я, не увеличив усилия, все еще продолжаю красить с правильным нажимом. То есть, этот вылет рабочий. Я могу еще немного увеличить. То есть, сейчас у меня, наверное, уже почти два миллиметра даже. Теперь можно посмотреть. Смотрите, я дотрагиваюсь до латекса. Ножим мой точно такой же, но след не остается. По звуку даже слышно. След не остается, и он останется только, если я надавлю сильнее. Но это значит, что я уйду глубже. То есть, мой идеальный вылет иглы был предыдущий. Вот этот вылет иглы, он уже слишком большой для этого аппарата. И я должна его уменьшить для того, чтобы не меняя нажима добиваться вот этого вот мягкого прокраса, вот этих точечек, которые, как легкая пыль, остаются на латексе за мной. Таким образом, опытным путем я определила, что на вот этом аппарате, даже можно не называя имен, вы будете это делать так же точно. Вылет иглы примерно получается миллиметр и чуть-чуть. Я не могу сказать, сколько точно, но вот на глаз определяю, как миллиметр и немножко. И теперь я сделаю то же самое, но только с другим аппаратом, чтобы вам тоже было понятно. Здесь я также уменьшаю вылет иглы, прям до того, на котором машинка не верещит. Потому что, когда игла заходит совсем глубоко в носик, она начинает там дребезжать, и уже звук меняется. И то же самое. Едва дотрагиваясь до латекса, это я чувствую пальцами вот этой руки, которая рядом стоит, я оставляю серию вот этих маленьких точек. Здесь сейчас вылет у меня, наверное, полмиллиметра. Я увеличиваю его до миллиметра, даже, наверное, немножко больше. И продолжаю. Точно так же, смотрите, размер точек не изменился, остается отлично пигмент. По ощущениям я пальцами чувствую, что нажим я тоже не изменила. Я увеличиваю еще. Уже у меня, наверное, где-то 2,5 миллиметра вылет иглы. Опять, смотрите, остается отлично. Легкие прикосновения, пигмент в коже, в латексе. Виден хорошо. Увеличиваю еще. Здесь уже, наверное, больше 3 миллиметров. Шикарно. Это огромный плюс вот этих аппаратов, что они умеют работать на таком большом вылете иглы. Посмотрите хорошо. Размер точек не увеличился, то есть нажим я не меняю совершенно. Отлично кладет все еще пигмент на латекс. Конечно, этот аппарат может работать, и я могу работать с более сильным нажимом. Но я сейчас определяю самый оптимальный вылет иглы, когда легчайшим прикосновением я внесу пигмент в кожу. На толстой коже я поднадавлю сильнее, на тонкой коже я буду вот примерно с таким усилием работать. А и, естественно, этот аппарат сможет еще и на большем вылете иглы поработать. Так, сейчас я уменьшую. Ну, потому что просто он создан для работы на огромных площадях, на совершенно разной коже. И это аппарат для татуировки, как вы знаете, но им можно прекрасно работать и на лице, просто менять настройки такие, как вам удобно, чтобы понежнее было. Ну вот, примерно таким опытным путем мы определили, что вот у конкретно этого аппарата рабочий диапазон вылета иглы от доли миллиметра до трех с половиной миллиметров. А вот у этого аппарата рабочий диапазон от доли миллиметра также до где-то, ну, максимум миллиметр и два. То есть, миллиметр и чуть-чуть, как я называю, потому что на глаз определить сложнее. Вот конкретно вот на этих аппаратах можно работать с таким вылетом. Вы должны на своем аппарате, какой бы он ни был, примерно так же определить, на каком вылете иглы пигмент будет идеально укладываться в кожу вашего клиента без излишней травматизации и без поливания, заливания вашего клиента краской. И это получается верхняя граница, когда пигмент ложится, но вы не изменяете усилия. То есть, я вам рекомендую работать на максимальном вылете, на котором игла вносит в кожу пигмент идеально. Если вдруг у вас остались вопросы, пишите их в описании к этому видео. Я вам рекомендую посмотреть вот здесь видео, как обрабатывать оборудование и как заворачивать его в барьерную защиту. Всем спасибо за просмотр, всем пока!